На финальный матч чемпионата страны пришли около 6500 болельщиков, причем 500 человек приехали из Красноярска, чтобы поддержать Енисей. Старт игры несколько огорчил красноярцев. Уже на первой минуте встречи счет открыли хозяева поля. Но до перерыва Алмаз Миргазов забил два мяча, между ними отличился Денис Лапшин. 3-1 хороший задел Енисея для начала второго тайма. Не знаю, значит Байкал будет выигрывать, потому что кроме этого углового, который на перерыве влетел, игры у Байкала практически нет. Забросы одни. Енисей показывает скорость, Енисей настроен на победу. Я думаю, ребята, если во втором тайме удержат этот темп, эту скорость, то будет все хорошо. За финальной игрой на домашнем стадионе Енисея в Красноярске также наблюдали болельщики. Около 500 человек пришли, чтобы посмотреть трансляцию и вместе отпраздновать победу своей команды. То, что мы ждем, то и получается. Мы выигрываем пока. Я думаю, мы выиграем матч. Всю вторую половину встречи Енисей поддерживал высокие темпы, контролировал мяч. В итоге на 69-й минуте Денис Лапшин забил свой второй гол в этом матче. А еще через три минуты Вадим Чернов увеличил преимущество красноярцев. Несмотря на все усилия хозяев, счет до конца игры не изменился. 5-1 победа Енисея и красноярский клуб в 15 раз становятся чемпионом страны. Мы хотели победить, да, Байкал хотел победить. В общем, много болельщиков пришло. Но я думаю, что желание, мастерство сегодня у нас было выше. За это мы победили. Спасибо всем болельщикам, которые приехали сюда. Да, да, мы. Да, видишь, красноярцы, я думаю, болел. И к губернатору звонил. Ребята красавцы. Они сделали ту работу, которая для них не свойственна. И сделали ее классно. То есть профессионалы, нападающие, не нападающие, отрабатывают в обороне. Защитник может и атаковать. То есть взаимозаменяемость была потрясающей. Сумасшедшая команда. Огромная благодарность вообще. Огромная благодарность всем ребятам, всей команде. С победой хоккеистов уже поздравили губернатор Виктор Толоконский, глава красноярской Дхамак Булатов. Енисей в третий раз подряд завоевав золото чемпионат России еще раз доказал свой высокий уровень. И сегодня у команды день отдыха, а потом подготовка к следующим турнирам. Андрей Старадым, Юрий Дудник. Новости.